Всем доброго дня. Мы продолжаем нашу серию видео «Лидеры в кризис». Я надзвичайно радуюсь сегодня, что с нами есть Тигран Арутинян. Это генеральный директор медицинского дома «Одрекс», компания-членок американской торговой палаты. Тигран, я приветствую вас. Приветствую вас. Приветствую вас. Я помню, как мы были. Тигран Арутинян – это одна из самых больших приватных лекарь в Украине. И я имел возможность видеть в Одессе. Это было в прошлом году. И я был очень впечатлен вообще лекарностью. Просто все услуги, которые вы даете, это был как раз тогда еще начат. И вы, я вижу, там действительно сейчас много развивается. Расскажите, в этот непростой час, так, когда коронавирус продолжает распространяться, что вы начали делать нового? И вообще, как это вплинуло на вашу операцию, на это, что вы делаете в Одессе? Энди, я вас благодарю за теплые слова в наш адрес, в адрес нашей клиники. Спасибо большое. Ну, так получилось, что мы по роду своей деятельности, так как мы занимаемся медициной, оказались прямо, можно сказать, в гуще событий. И столкнулись с разными вызовами, которые до сих пор мы не сталкивались. И приходится, конечно, ориентироваться во всем этом. И делать, принимать быстрые ответственные решения. И причем с той скоростью, с которой мы их принимаем, давно не было в нашей жизни. Я припоминаю еще где-то 2008-2009 год, когда что-то похожее нас настигло и как будто вот некое дежавю такое переживаем в этом аспекте. Ну, чтобы было понятно, я должен два слова сказать о нашей компании. Медицинский дом Одракс располагается в Одессе. Мы мультидисциплинарная, многопрофильная больница. Мы работаем как больница скорой помощи в нашем регионе. Мы ургентируем круглосуточно 24-7 по очень многим видам заболеваний. Наша клиника — это 110 коек, 6 операционных. И в регулярном режиме мы делаем примерно 15-20 хирургических мешателей в день. Вот на этом этапе развития нас настигла пандемия. И, конечно же, мы как клиника, которая себя позиционирует как продвинутая и ответственная в медицине компания, решили, что мы не можем остаться в стороне. На момент новостей, когда была объявлена пандемия, в компании работало более 1100 сотрудников в Одраксе. И первое, с чем мы столкнулись, это мы начали ощущать спад обращаемости. Дальше мы как ответственная компания своим пациентам сами стали обращаться, что, уважаемые граждане, не нужно приходить в больницу, если у вас нет острой ситуации, потому что сегодня больница является тоже местом концентрации каких-то инфекций. И нужно по возможности остаться в стороне и соблюдать карантин. И таким образом наш объем работы, конечно же, снизился. Есть варианты, когда, допустим, компании вынуждены были полностью закрыться, да, и это имеет свой вариант, вроде бы, очень тяжело, но, с другой стороны, достаточно просто. Вот ты закрыл двери, распустил людей и ждешь конца карантина или развития ситуации. Это непросто, но это вот одно такое тяжелое решение. В нашем случае это много решений каждый день, и мы оптимизируем все процессы буквально там несколько раз в течение недели. Но основной принцип, который я предложил коллективу и сотрудникам, заключается в следующем. Я объяснил, что вот в той ситуации, в которой мы находимся, у нас есть два выхода. На каком-то маленьком подразделении приведу этот пример. Например, в каком-то подразделении работают 20 человек. И случилось так, что у нас работа и осталась, например, для восьмерых технически. Осталось только мы восьми человеками, можем эту работу выполнить. Так вот, один вариант, мы 12 человек сокращаем и продолжаем нашу работу. Второй вариант, мы остаемся все вместе, и эту работу на восемь человек распределяем на 20. Все получают меньше, но все остаются в компании, остаются в команде. И мы вместе переживаем этот трудный период с ожиданием, что мы дальше восстановимся. Мое предложение было пойти по второму пути. Коллектив поддержал, и вот таким образом мы сейчас принимаем все базовые, основные решения, исходя из этой позиции. Что дальше мы сделали? Мы быстро очень сориентировались, и техническая возможность нашей больницы позволяла нам это сделать. Несколько технических модернизаций, и мы в конце марта уже открыли отделение респираторных заболеваний, COVID-отделения. Вот это как у нас... Потому что это цикало. Да. На это мы выделили один этаж в нашем госпитале. Мы добавили дополнительные входы в больницу, так как потоки необходимо разделять. И наше обычное приемное отделение стало работать как приемное отделение для приема COVID-подозрительных пациентов. И мы открыли и оборудовали быстро еще одно приемное отделение, которое принимает всю остальную ургентацию. Потому что мы продолжаем принимать и острый инфаркт, и острый инсульт, кровотечение, детей. Ну, очень-очень много чего. Эта работа у нас продолжается, мы не могли ее остановить. То есть мы разделили потоки, чтобы обезопасить людей. Это первое. Второе. Мы полностью очленили один этаж и сделали его абсолютно автономным. Теперь один из лифтов, который находится в здании, обслуживает только COVID-этаж. И все, что туда приходит, оттуда дальше или утилизируется, или специальным образом после обработки только выходит туда. Персонал имеет специальный протокол входа и выхода на этот этаж. Вот как во всех этих роликах показывают все эти одевания. Дальше они не похожи на медицинских сотрудников, а похожи на людей в скафандрах. И там эта работа так происходит. Мы к этому очень быстро подготовились. И в конце марта мы уже открыли этот этаж. То есть технически на этом этаже мы можем принимать 30 неосложненных пациентов и 10 требующих интенсивной терапии пациентов. В принципе, мы на тот момент, принимая это решение, строили себе некую долгосрочную перспективу, что если, не дай бог, мы столкнемся с такой ситуацией, как мы видели уже в Италии и в Европе, то дальше мы сможем это подразделение развернуть дальше, этаж за этажом. И в принципе, на выходе мы можем около 100 пациентов обслужить в Одраксе, если полностью перевести работу в COVID-обслуживание. Слава богу, пока данной ситуации мы не достигли. И в Украине ситуация пока что разворачивается медленными темпами. Болезнь распространяется медленно. По последней информации, в Одессе и в Одесской области, самое большое количество одномоментно зафиксировано, это, кстати, было вчера. Это тревожный такой звонок. Вчера было 20 подтверждений. И за последний сегмент, вот сейчас очень важный есть параметр, смотреть в течение скольки дней количество больных удваивается. Это очень важный показатель. Да, а в Одессе кто робит тесты? Сейчас расскажу. И вот сейчас Одесса пробила удвоение количества пациентов за последний период. Это было 7 дней, то есть одна неделя. Очень важно, чтобы этот срок не сокращался. Как это будет, посмотрим. Кто делает тесты? Во-первых, мы запустили тестирование. Мы, как медицинская компания, два года назад начали такую медицинскую страховые программы предлагать. У нас очень много застрахованных. И все сейчас наши застрахованные, кто с нами имеет этот контракт, имеют возможность сделать тесты на COVID абсолютно бесплатно. Сейчас предлагаем эту услугу. Кто выполняет эти тесты? Экспресс-тесты мы выполняем самостоятельно. Тесты у нас есть, с этим проблем нет. ПЦР-тесты выполняет государственная лаборатория, центральная областная лаборатория. А также сейчас, и это я оцениваю очень хорошо, подключились еще несколько частных лабораторий, которые начали выполнять ПЦР-тесты. Потому что мы видим, что в мире основной барьер, который сдерживает быстрое распространение болезней, это тотальное тестирование. Потому что только это, и рекомендации дальше изолироваться, там и так далее, фиксированных инфекций людей. Вот это вот очень действенный метод, очень важный метод. Он самый, можно сказать, даже недорогой по отношению ко всем другим. Мы видим, что когда оно уже вспыхнуло, то делать тесты уже не очень-то уже помогает. Поэтому это важно сделать своевременно и очень-очень контролируемо и жестко. Ну вот так. Кроме этого, мы сами решили тоже заняться этим. Это для нас немножко не свойственное направление, лабораторная работа. Мы всегда работаем в аутсорсе. Наш генеральный партнер – это компания Синева по лабораторным исследованиям. Но вот в этом вопросе мы решили немножко опередить события. И сегодня в Адраксе уже оборудована полностью современная ПЦР-лаборатория. У нас уже есть специалисты, которые работают в этом направлении. Специалисты экстракласса. Мы их просто готовы, можно сказать, нашли, вовлекли в эту работу. Это с помощью наших одесских партнеров произошло. И во многом благодаря им они помогли быстро найти это оборудование и так далее. Мы технически это все уже организовали. Мы готовы это делать. Но, слава богу, пока что объемы необходимого тестирования пока что не такие. Мы пока это не ввели в оборот эту лабораторию. Но она полностью у нас сейчас готова. Есть небольшая проблема с тестами, ПЦР-тестами. Но из Германии вот получили еще 400 тестов сейчас. Вот проходит сейчас там уже новочистку. Должны уже вот получить. Ну вот такая вот ситуация у нас с подготовленностью. Вы, конечно же, наверняка знаете, что во всей Украине после призыва президента бизнес подключился к этой помощи, к организации помощи в медицине. И в Одессе этот антикризисный ковид-штаб возглавляет Андрей Ставницер. Там очень, ну, такая в хорошем смысле продвинутая публика. И то, что делает этот штаб, какие задачи они решают с той скоростью, с молниеносностью, с этой отфагой, там, самоотверженностью. Вот они просто вот никто ничего там не торгуется, не обсуждает. Вот как бизнес, знаете, вот быстрое принятие решений. И сегодня уже это все делается через, с помощью известной благотворительной организации, корпорация «Монстров» есть в Одессе такая. Не знаю, вы слышали в Киеве или нет. Но вот с помощью них и под их попечительством сегодня уже около 40 медицинских учреждений в Одессе и в регионе обеспечиваются защитой для медработников, все эти маски, респираторы, костюмы, там, все-все-все вот это вот. Были закуплены и доставлены ИВЛ-аппараты. Ну вот масса, колоссальное количество, большое там список. И то, что делает сейчас этот штаб, конечно, это вызывает огромное уважение, да, огромное уважение. Мы тоже участвуем в этом штабе, то, чем мы можем помочь, то же самое делаем. Ну, например, наша компания взяла на себя работу технической консультации всего того, что закупалось штабом, потому что вы знаете, что сейчас в этой экстренной ситуации просыпаются еще всякие нечистые на руку спекулянты и так далее, которые пытаются продавать все, что угодно, кому угодно за какие-то безумные деньги. И, конечно же, штаб бизнесмены, у них нет профессионального понимания. Ну, например, это хороший ИВЛ-аппарат или он не годится для этой работы, стоит ли он на тебе денег и так далее. Вот эту техническую консультацию мы, например, проводили. Мы закупали много ИВЛ-аппаратов, например, которые впервые в Украине. Вот как их эксплуатировать, как отдать это врачам, которые это будут видеть впервые. То есть мы это брали, собирали, снимали видеоинструкцию, как с этим сделать и дальше отдали. Скажите, ну, это как раз лидерство подчас кризис, так? То есть какие вы видите такие главные характеристики, что вы видите в людей, что вы видите в своей команде, в себе? И как раз, что главное лидерство подчас кризис? Очень хороший и правильный вопрос. На самом деле, вот в этих экстремальных ситуациях люди проявляются и люди проявляют себя. И я думаю, что это самое время растить в компании лидеров. Люди, которые кажутся, что вчера не отличались, что не попадались на глаза, никаким образом не выделялись среди своих коллег, вдруг проявляют какие-то новые качества, какие-то умственные способности, какие-то навыки принятия решений, правильного анализа сложной ситуации и так далее. Это все проявляется в этих экстренных ситуациях. И я считаю, что это очень хорошее время для того, чтобы именно растить внутри компании лидеров, которые дальше, будем надеяться, плохие времена пройдут, что дальше эти люди будут двигать компанию вперед. Важно этих людей сейчас замечать, важно им дать фронт работы правильный, чтобы они могли не скомканно себя чувствовать, проявлять действительно себя до конца и очень много там с ними общаться. Это сейчас, конечно же, важно. Мы внутри себя также стараемся соблюдать, несмотря на то, что мы в медицине, по возможности социальное дистанцирование и так далее. Много у нас сейчас совещаний происходит также онлайн, с помощью видеоконференции, но, конечно же, с ключевыми людьми в больнице мы проводим весь день практически. Яна, скажите, последнее вопрос. То есть, какой ваш один месседж для компании, для членов Американской Дороговинной Палаты в Украине? Что бы вы хотели бы сказать? Во-первых, я всем нашим друзьям, участникам Американской ТПП желаю, чтобы они сохраняли спокойствие в этой ситуации. Это очень важно. Уверен, что там закаленные лидеры, и они именно так и делают. Но хочу еще раз сказать, что важно сейчас сохранить холодный рассудок и горячее сердце, как говорится. Думать о своих людях, потому что завтра этот туман рассеется, и мы должны видеть лица этих людей, чтобы мы, как руководители компании, могли честно смотреть всем в глаза, потому что мы, надеюсь, все вместе сделаем то, что мы могли и сделали лучшее, что было возможно в этой трудной ситуации. И, конечно, прошу, чтобы все придерживались этих трудных требований карантина, самоизоляции, не видеться с близкими людьми. Вот мы все этого хотим, но нужно это там пережить, потому что однозначно сейчас видно, что это самый действенный метод сегодня, чтобы болезнь распространялась быстро. Ну и крепких нервов, крепких нервов. Спасибо, Тигран. Великое спасибо вам, спасибо всему вашему команду. И я хотел еще раз поддаковать Тигран Арутинян. Это генеральный директор медицинский дом Одрикс в Одессе, компания члена американской травы палаты. Тигран, я желаю вам здоровья, вашей родине, внукам, всем великое, всего наикраше. И ждем скоро в Одессе, встретимся и забываем добрые часы. Так что я вам дякую за всю вашу работу. Будьте здоровы. Спасибо вам. Всем всего хорошего.